Девушки отдыхают Она писала, я не могу удержаться от строительства, оно подобно болезни, это почти как мания Эти грандиозные замыслы сделали Россию великой державой Захват новых земель и заимствование новых технологий, так велось строительство империи Но жажда славы и величия у ее правителей была неутолима И в конце концов терпение народа иссякло Как создавались империи? Российская империя Москва, 1480 год Русский князь начинает борьбу за присоединение княжеств Это был Иван Третий Великий Веками его народ находился под тяжким бременем монголо-татарского ига Но Иван Третий был готов рискнуть всем, чтобы сбросить его Он разорвал договор, связывавший его с монголо-татарами На карту было поставлено будущее русского народа За поражение Иван мог поплатиться собственной головой Здравствуйте, я Питер Уэллер Говорят, что история России – это история ее великих городов История страны, которую сейчас мы зовем Россией, началась в 9 веке, когда образовалась Киевская Русь Ее столица располагалась на территории современной Украины К северу русичи основали небольшое поселение, которое назвали Новгород, то есть Новый Город Согласно летописям, жизнь в Новгороде была столь плохо организована, что новгородцы призвали предводителя варяжских дружина Рюрика, чтобы он прекратил внутригородские усобицы Новгород стал процветающим городом У своих соседей, византийцев, русичи заимствовали религию, а также новые технологии в строительстве Вместе с населением росли новые города Одним из таких городов была Москва Уильям Бромфилд, Университет Тулейна Официально датой основания Москвы считается 1147 год Это была небольшая деревянная крепость на реке Москве Города Киевской Руси росли Но без единого правителя и сильной армии Они представляли собой легкую добычу для самых агрессивных завоевателей той эпохи Монголо-татар В 1237 году 120-тысячная конница Монголо-татар переправилась через Волгу А русские тогда не могли противостоять этой опытной армии Почти два года они опустошали Русь Но московские князья смогли откупиться от захватчиков Расцвет Москвы начался в 14 веке Московские князья смогли войти в доверие к монголо-татарам Им было поручено собирать дань с других русских княжеств В это время Москва присоединила к своим владениям множество окрестных земель Сформировав единое московское княжество Но его правители по-прежнему платили дань монголо-татарам И в 1462 году Иван III положил этому конец Придя к власти, он решил сбросить иноземные иго Великий князь всея Руси начал готовиться к войне с монголо-татарами Синтия Хайлоуи, Тейкер, Колледж Барух Я думаю, Иван III обладал всеми качествами, чтобы стать великим царем Он был амбициозным, умным и безжалостным Новый князь постарался укрепить свою власть Он породнился с императором Византии, женившись на его племяннице И Русь приняла христианство Заключив этот союз, он заимствовал герб Византийской империи Двуглавого орла И провозгласил Москву Третьим римом В 1472 году он начал строительство нового собора Символа Новой Руси Державы, с которой придется считаться Рабочие начали возведение грандиозного сооружения Однако вмешалась природа В 1474 году в Москве произошло небольшое землетрясение Стены храма превратились в груду обломков В этом не было ничего удивительного Массивное здание было возведено на слабом фундаменте Но Иван Третий сумел разрешить эту проблему Иван Третий поступил как мудрый правитель Он нашел самого лучшего специалиста В 15 веке лучшие архитекторы были в Италии Он пригласил Аристотеля в Феораванти В Италии Феораванти заслужил славу искусного архитектора и инженера Но прежде чем восстановить собор Ему пришлось полностью разрушить остатки строения Первым из нововведений Феораванти было Применение тарана для сноса оставшихся стен Это поразило москвичей То, что они возводили месяцами, было снесено всего за три недели Затем Феораванти приступил к строительству нового храма Получившего название Успенского собора Он взял за образец архитектуру древних русских церквей Но в строительстве применил новые технологии Построенный им храм совершил переворот в русской архитектуре Вместо заполненного камнями котлована Который ранее использовали в качестве фундамента Он применил дополнительно массивные дубовые сваи Такой фундамент был более стабильным И строение не деформировалось и не давало трещин Что впоследствии могло привести к его обрушению Но на этом нововведения Феораванти не закончились Вместо того, чтобы ставить блоки известняка друг на друга Он устанавливает их в шахматном порядке Чтобы сделать кладку более прочной Завершив постройку стен Он приступил к сложному процессу возведения сводчатых потолков На основании сводчатых потолков приходится очень большая нагрузка Поэтому он применил металлическую стяжку Железные штыри, вбитые в каменную кладку И связанные между собой Такая сетчатая арматура дополнительно укрепляла конструкцию И наконец, вместо того, чтобы строить барабаны куполов из тяжелого камня Он использовал более легкий и прочный кирпич Научив русских строителей обжигать и класть его В строительстве, начиная с фундамента и заканчивая куполами Фиараванти применил новые итальянские технологии Но сохранил русские архитектурные формы Новый собор вознесся на 45 метров Это было грандиозное сооружение Символ власти Ивана Третьего Теперь князь был готов бросить вызов татарам Они не замедлили с ответом Огромная армия отправилась на Москву Князь собрал собственное войско Они встретились на берегах реки Угры Это сражение положило конец монголо-татарскому игу Которое длилось почти три столетия Монументальный символ величия Ивана Третьего Названного Великим Стоит до сих пор К моменту его смерти в 1505 году Иван Великий сделал Россию независимым государством Его дело продолжил Иван Четвертый За свою жестокость прозванный Иваном Грозным Иван Великий избавил свою страну от монголо-татарского ига И утроил территорию московского княжества Территория государства увеличилась с 40 тысяч квадратных километров до 120 тысяч Это было огромным достижением Ивана Третьего недаром прозвали Великим Но монголо-татары по-прежнему представляли угрозу Они отошли от Москвы Но Казанское ханство препятствовало расширению Московской Руси на восток Внук Ивана Третьего решил полностью избавить Россию от монголо-татар И превратить ее в империю Он известен в истории как Иван Грозный Во время правления Ивана Грозного территория Московского царства значительно расширилась В его состав вошли Волга, Европейские территории и Сибирь Этот великий правитель с детства отличался от нервозности Его отец умер, когда он был еще ребенком И Иван IV стал свидетелем жестокой борьбы за власть Включавшей убийства, пытки и казни Это повлияло на его нрав Полагаю, что обстановка, в которой рос Иван И сделала его Иваном Грозным С ранних лет он отличался жестокостью В 1547 году он взошел на трон Убежденный в том, что сам Бог избрал его править Россией Сеймур Бейкер, Университет Роджерса Он был первым русским правителем, официально провозглашенным царем Царский титул теперь уже соответствовал императорскому титулу в Европе Хитрость и жестокость нового царя Сыграли решающую роль при взятии Казани Он собрал почти 150-тысячную армию, вооруженную огнестрельным оружием В ее составе были специально обученные военные инженеры Применяя полученные знания, они прежде всего сконструировали передвижные укрепления Защищавшие пехоту на открытой местности Эти укрепления получили название «Гуляй-город» Михаил Кром, Европейский университет в Санкт-Петербурге Это была передвижная крепость «Гуляй-город» состоял из бревенчатых щитов Эти щиты собирались в разнообразных комбинациях для защиты пеших стрельцов Стрельцы находились внутри такой передвижной крепости И вели огонь по вражеской кавалерии Кроме того, их использовали при осаде городов Например, Казани 23 августа 1552 года Собрав и вооружив свою армию, Иван Грозный начал наступление на Казань Это была блестящая операция Русские продвигались вперед, быстро укрепляя свои позиции С помощью сборных деревянных крепостей Кольцо вокруг города сжималось Окружив Казань, русские войска приступили к осаде города Используя 9-метровые «Гуляй-города» Они буквально поливали стены крепости артиллерийским огнем С помощью таких передвижных башен Они уничтожили множество защитников города Но крепость не сдавалась Военные инженеры получили задание найти ее уязвимое место Они разработали смелый план Сделать подкоп под крепостную стену Заложить там бочки с порохом и подорвать ее 30 сентября этот план был приведен в исполнение И это решило судьбу Казани Взрыв положил начало штурму Этот взрыв послужил сигналом Вся русская армия одновременно была брошена на штурму города После восьми дней кровопролитных сражений Казань пала Иван Грозный стал завоевателем А границы России расширились Это событие имело особое значение Со взятием Казани К России перешли земли монголо-татар Под игом которых Она некогда находилась Это завоевание открыло России путь на юг К Каспийскому и Черному морям А также на восток В Сибирь В 1555 году В честь взятия Казани Иван Грозный начал строительство храма Который станет символом Российской империи Сейчас он известен как собор Василия Блаженного Покровский собор Более известный как храм Василия Блаженного Был построен с использованием технологии строительства Перенятой у итальянских мастеров Построенный почти полностью из кирпича Собор представляет собой восемь башен Окружающих одну центральную Они символизируют восемь дней Столько длилось взятие Казани В 80-х годах 16 века Была добавлена самая характерная деталь Луковичные купола по своей форме Напоминают пламя свечи Они находятся на цилиндрических основаниях В барабанах У основания купол расширяется А сверху заканчивается острием Это и есть луковичный купол Каждый купол Купол этого собора уникален Железный каркас каждого купола Покрыт металлической обшивкой Своего цвета и формы Если обшивку снять То купол будет похож на сплющенную птичью клетку В результате получился храм Невиданной доселе красоты К 1553 году Россия стала крупнейшей державой Европы А власть Ивана Грозного достигла своего апогея Но страна задыхалась в его железной хватке Он провел несколько дорогостоящих и бессмысленных войн И безжалостно уничтожал каждого Кто противился его власти Безумные действия царя Губили его собственный народ Он не щадил никого Даже свою семью Еще одной из причин По которой Ивана IV прозвали Грозным Было убийство собственного сына Когда тот пытался защитить свою жену От гнева отца Когда сын заступился за свою жену Царь обрушил свой гнев на него Невольно став убийцей собственного сына Так Иван IV уничтожил собственного наследника После его смерти в 1584 году В империи воцарился хаос После смерти Ивана Грозного Наступило так называемое Смутное время В результате гражданской войны И войны с иноземными захватчиками Московское государство Рисковало потерять свою независимость Спустя столетия после обретения независимости Россия оказалась на грани краха Но вскоре на сцене появился Новый сильный правитель Который поразил всех Возведя новую прекрасную столицу Почти на пустом месте 1696 год К власти пришел новый царь Его грандиозный замысел состоял в том Чтобы продолжить дело Ивана Грозного И превратить отсталую страну В мощную империю Это был Петр Великий Петр Великий был уникальной личностью Он был выше двух метров ростом Он пренебрегал традициями Его привлекало все новое Современное Петра выделял не только рост Но и деятельная натура Вокруг него всегда кипела бурная деятельность Сам он трудился за десятерых Он был действительно выдающейся личностью Юность Петр провел в Москве В немецкой слободе Обучаясь ремеслам и военному делу И не пренебрегая веселыми кутежами Петр не просто интересовался техническим прогрессом Он понимал, насколько его сторона Отстала в этом отношении от Европы И он хотел как можно скорее Исправить эту ситуацию Он инкогнито отправился в Европу Изучать искусство кораблестроения в Голландии И учиться навигации в английском флоте Он видел, какие доходы приносят империям Европы Заокеанские колонии И понимал, что их могут привлечь Природные богатства России Петр жаждал приступить к действию Он понимал, что единственный способ Сделать Россию великой страной Это вытащить ее из Средневековья И вывести на мировой уровень прогресса По возвращении он решил превратить Россию В сильную морскую державу Которая могла бы не только торговать с Европой Но и воевать с ней Петр Первый обратил внимание на дельту реки Невы Впадающей в Балтийское море Он спроектировал новый город Который занял бы достойное место на карте Европы Он назвал свое творение Санкт-Петербург Отсюда открывался прямой морской путь В Европу Единственной проблемой было то, что эти земли Принадлежали Швеции Но Петра это не остановило В 1700 году он завоевал эту территорию В 1703 году был заложен новый город Петр задумал сделать новую столицу крепостью Она стала оплотом армии и флота Это было окно в Европу Через которое в Россию проникали европейские новшества и технологии Санкт-Петербург родился в войнах и крови Прогрессивные идеи царя были обоюдоострым мечом Не щадившим русский народ Новый город имел выход к Балтийскому морю Но это преимущество досталось с дорогой ценой На пять месяцев в году дельта реки замерзала А затем следовал весенний паводок Построить здесь город было очень непросто И Петр использовал единственный ресурс На который всегда полагались русские цари Рабочую силу Русский народ строил Санкт-Петербург буквально голыми руками Окружающее болото сделали невозможным доставку оборудования и материалов Чтобы поднять основание будущей крепости над уровнем прилива Рабочие вручную выкапывали и перетаскивали тысячи килограммов земли Для создания насыпи Сюда приходилось перевозить буквально все Даже лес, рубленный вверх по течению, сплавляли по реке Его использовали для укрепления городских фундаментов Почва там топкая Поэтому при строительстве больших зданий использовали сваи Чтобы забивать тысячи сваи в мягкую землю Инженеры придумали копер С его помощью поднимали бабу И опускали ее на сваю, забивая ее в землю За пять месяцев тысячи рабочих возвели шестиугольную стену и бастионы этой крепости Рабочим приходилось мерзнуть и голодать Тысячами сюда прибывали новые рабочие И тысячами они погибали от истощения и болезней В 1708 году около 25 тысяч человек погибло при строительстве этого города Поэтому про него говорят, что он построен на костях Точно неизвестно, сколько всего людей погибло здесь Но в 19 веке один из историков писал Что ни одно военное сражение не унесло столько жизней Сколько строительство Санкт-Петербурга Для Петра люди были всего лишь средством достижения цели В 1706 году на верфях Петербургского Адмиралтейства Был построен первый корабль Город стал центром судостроения Здесь строили корабли, изготавливали паруса, канаты Отливали пушки Теперь у России был флот А царь продолжал свои нововведения В 1712 году с характерной для него решительностью Петр I сделал Санкт-Петербург столицей России Почти трехсотлетняя история Москвы Как столицы Закончилась в одно мгновение Москвичи были потрясены Для многих русских Петр I был кем-то вроде инопланетянина Они не понимали его действий Он проводил свои реформы, пользуясь абсолютной властью Как монарха Он привык к полному подчинению своей воле Он был одержим идеей реформирования России Его революционные преобразования затронули все аспекты жизни страны Создавая свою столицу, Петр не считался с расходами Но в 1714 году Санкт-Петербург было еще далеко до европейских столиц А годы напряженного труда уже сказывались на здоровье Петра Безжелезной воли самодержца Его реформы грозили рассыпаться в прах Вновь погрузив Россию в хаос Десятилетиями Петр отдавал все силы на то, чтобы сделать Россию Великой Империей А Санкт-Петербург ее блестящей столицей При этом он не прекращал свою разгульную жизнь Однако это не сказывалось на его неистащимой энергии Он нанес поражение шведам Он расширил границы России от Балтийского моря до Тихого океана Построил новую столицу Создал флот Учредил училище При нем объем торговли вырос в семь раз С военной и политической точки зрения Россия стала империей Но ей еще не доставало престижа В 1714 году Петр начал работу над проектом дворца Который предполагалось построить в 40 километрах от Петербурга Он назвал его Петергоф Дворец был окружен двумя стами сорока гектарами пар Украшенного каскадом позолоченных фонтанов Работа над этим монументальным проектом началась в 1716 году Множество солдат копали каналы Которые подводили воду к системе фонтанов В 1719 году инженеры-гидравлики начали работу над этой сложной системой Дворец был построен на возвышении И именно перепад высот заставлял воду в фонтанах бить вверх Используя особенности естественного ландшафта И воду из расположенных поблизости ключей Строители соорудили водовод длиной 22 километра Вода из накопительных бассейнов Устремлялась по деревянным трубам К фонтанам, расположенным на 15 метров ниже При этом создавался такой напор воды Что фонтаны били на 20 метров вверх Результат был потрясающим Фонтаны поражали воображение И были прозваны русским Версалем Но Петр недолго наслаждался своим творением В 1725 году Спасая из ледяной воды севший на мельбот с солдатами Петр заболел и умер За время своего правления Петр превратил Россию из отсталой страны В мощную современную империю Его начинание продолжила Деятельная и амбициозная Жена его внука При ней Петербург Окончательно преобразился Из крепости порта В блистательную столицу Это была Екатерина Великая Екатерина II пришла к власти в 1762 году Свергнув своего мужа, который царствовал всего полгода Ей удалось это на удивление легко Взойдя на трон, Екатерина продолжила дело Петра I По превращению России в мировую сильную державу Будучи иностранкой Она продолжает европеизацию России Начатую Петром Великим в начале века Екатерина считала себя Законной преемницей Петра В 18 веке, чтобы стать преуспевающим монархом Надо было расширять свои владения Екатерине это удалось При Екатерине территория Российской империи Увеличилась на полмиллиона квадратных километров И достигла невиданных доселе размеров Кроме того, она провела серию важнейших реформ Она использовала новое богатство для переустройства столицы Кроме того, Екатерина старалась улучшить условия жизни бедняков Она заботилась об улучшении санитарных условий жизни Основала госпитали и школы Екатерина ввела архитектурные стандарты для строительства городов При ней было построено 216 городов Где улицы, площади, фасады домов и строительные материалы Соответствовали ее нормативам Но самым грандиозным архитектурным проектом Екатерины Стала реконструкция ее резиденции Роскошное воплощение прихоти императрицы Зимний дворец Это был трехэтажный дворец с длиной около 200 метров Его украшали более 200 колонн И более 150 статуй Внутри располагались более 500 комнат Во время правления Екатерины Империя переживала строительный бум Ее самодержавная воля превратила Санкт-Петербург В место демонстрации богатства и мощи Российской империи Она писала Я не могу удержаться от строительства Оно подобно болезни Это почти как мания Страсть к строительству была не единственной слабостью царицы У нее было множество фаворитов Которые зачастую были моложе ее Днем она трудилась во славу своей страны А ночью желала отдыхать в мужском обществе Она была чрезвычайно щедра к своим фаворитам Она одаривала их поместьями и крепостными Но роскошь двора императрицы И право дарить крепостных Символизировали пропасть Которая существовала между правящей знатью И народом России К концу ее правления В 1796 году Россия стала сверхдержавой Но завоевания приносили Не только славу Но и новых врагов В 1812 году Один из самых амбициозных полководцев Завоевавший большую часть Европы Вторгся в Россию Екатерина умерла в 1796 году К тому времени территория Российской империи Выросла на полмиллиона квадратных километров Численность ее населения Возросла до 40 миллионов человек Когда ее внук Александр I Взошел на трон в 1801 году Россия играла важную роль в мировой политике Россия стала желанным трофеем Для величайшего полководца Европы Наполеона Бонапарта В 1812 году Русский царь столкнулся с угрозой Которой страна не видывала Со времен монголо-татарского ига Наполеон представлял для России Серьезную опасность К тому времени он завоевал Практически всю Европу Наполеон вторгся в Россию С полумиллионной армией Русские понимали Что в открытой битве Они едва ли смогут победить противника Поэтому было предпринято Стратегически верное решение Временно отступить Они оставили за собой выжженную землю Лишив вражеские войска продовольствия Вступив в Москву Наполеон понял, что недооценил Русского царя Наполеон вероятно думал Что теперь, когда он занял Москву Александр захочет вступить с ним в переговоры Но тот не сделал ничего подобного Он дожидался наступления Суровой русской зимы Когда Наполеон понял Что захватив Москву Он ничего не добился Он начал отступать Войскам Наполеона Приходилось возвращаться По опустошенной земле В условиях морозной зимы В результате этого отступления От всей его армии Осталась лишь десятая часть Так Россия разбила Непобедимого генерала В честь этой победы В 1883 году Приемник Александра Воздвиг в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга Этот монумент Это был символ Непокоренной России Он получил название Александровской колонны Александровская колонна Это монолит Выполненный из цельного куска Темно-красного гранита И вновь русский царь Заставил свой народ Буквально свернуть гору Чтобы построить монумент Во славу империи Каменотесы высекли колонны Из цельного монолита Затем ее водным путем Доставили в Петербург Для этого потребовалось Целых три года И тысячи рабочих А в Петербурге Инженерам предстояло Решить сложную задачу Установить 500-тонный 25-метровый монолит На пьедестал У пьедестала Возвели специальные леса Колонну обмотали Множеством канатов Соединенных системой блоков С лесами И множеством подъемных воротов По сигналу Все вороты были приведены В действие Колонна приподнялась И затем опустилась На подготовленное основание Колонна держится на пьедестале Под собственным весом Общая высота монумента Составляет 47,5 метров Это образец Доржества инженерной мысли После поражения Наполеона Уже ничто не угрожало России Крупнейшей империей мира К началу 19 века Россия простиралась На 9,5 тысяч километров От Балтийского моря До Тихого океана Включая Аляску Она занимала Одну шестую часть суши Протянулась на 15 часовых поясов А новый царь Продолжал расширять ее границы Николай II был первым царем Путешествовавшим по Азии Он связал будущее России С выходом на побережье Тихого океана На необъятных просторах империи Возникало множество проблем И российские инженеры Предложили решение Столь же глобальное Как сама страна Строительство Транссибирской Железнодорожной магистрали Те, кто ратовал За строительство Самой протяженной В те времена Железной дороги Делали это По экономическим И политическим соображениям Это открывало Дальний Восток Для российского экспорта А также Облегчало управление Этим удаленным регионом 31 мая 1891 года Началось строительство Железной дороги Которая протянется На 9332 километра Это был проект Невиданных доселе масштабов Строительство Этой железной дороги Вызывает Искреннее восхищение Прокладывать дорогу Планировалось Отдельными участками В этом принимали участие Тысячи рабочих Инженеров Солдат И даже заключенных Постройка Каждого такого участка Требовала Расчистки Обширного участка Тайги Сначала Рабочие Валили деревья Расчищая место Для прокладки Железной дороги Затем Огромное количество Труда Затрачивалось На постройку Железнодорожной Насыпи После этого На место Привозили И укладывали Рельсы Доставить все Необходимое В эти удаленные Регионы Было нелегко Ведь железной Дороги Пока не существовало Пути Пути Прогладывали Последовательно Чтобы по ним Можно было Доставлять Сталь И продолжать Строительство Очередного участка И все это Повторялось Месяц за месяцем Все последние Годы Правления Бесконечная Изнурительная Работа Погубила Множество Рабочих Это был Невероятно Тяжелый Изматывающий Труд Рабочие Жили в построенных Наспех Жилищах Палатках Или землянках Месяцами Они трудились Над постройкой Каждого участка А запас Провизии Был ограничен Зимой Приходилось Работать В условиях Сильных морозов А летом Удушающие Жары К 1904 Году Основная Часть Железной Дороги Была Завершена И Россия Наконец-то Получила Стратегическую Магистраль Связавшую Страну С Дальним Востоком Теперь Путь В Азию Был открыт При этом Интересы России Вступили В конфликт С интересами Японии У которой Были Схожие Политические И экономические Планы В результате Этого Между Россией И Японией Разразилась Война В 1905 Году Россия Вступила В войну С Японией И потерпела Поражение Недовольство Русской Общественности Действиями Царя Росло В 1914 Году Россия Оказалась Вовлеченной В еще Одну Разорительную И опустошительную Войну Первую Мировую Веками Величайшая Из империи Мира Строилась На крови Русского Народа И его Терпение В конце Концов Копнуло В феврале 1917 Года Вспыхнуло Восстание Царь Николай II Лишился Трона Почти 500-летняя История Русского Самодержавия Законцов Законцов На болотах Трансконцов Трансконтинентальные Железные Дороги И роскошные Дворцы Поражавшие Своей Пышностью Строительство Российской Империи Это история Величайших Достижений Но эти Достижения Доставались Очень дорогой Ценой В каком-то Смысле Империя Была построена Потом и кровью Русского Народа В 1917 Году Самодержавие Сменило Новая Власть Власть Рабочих И крестьян Рост Российской Империи Означал Строительство Новых Дворцов Для богачей И новые Муки Для рабочего Люда В начале 20 века Терпение Народа Истощилось Измученная Войной Подстрекаемый Радикалами Народ Взбунтовался И уничтожил Ту Россию Которая Принесла ему Столько Страданий В огне Революции Погибло Одна империя И родилась Другая Я Питер Вэллер Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин